всем добрый день я сегодня в теплице в своей в общем мы в этом году теплицу нас старая мне немножко подлатали и в этом году я у сергея попросила чтобы он мне разделил ее на три грядки здесь было две грядки и посередине была дорожка в общем не и сейчас разделил я тут чуть-чуть попыталась высадить но у нас вдруг стало холодно и я побоялась высаживать остальную рассаду в общем сейчас я вот эти все сорняки уберу и через некоторое время очень ближе к вечеру посажу помидорки у меня остались там на окошечке рассада рассады в этом году у меня своя я ее на месяц позже посадила чем нужно но вот сейчас хочу показать это я высаживала два дня назад вот она догнала рассаду то что у тебя с на рынке продают я уже помню как я сажала цветущие помидорки они потом очень сильно болели вот с перчиками то же самое если с перчиками сажать они тоже больные какие-то вот были эти перчики я пораньше посадила и они вот я так думаю что не особо-то и боятся холодов но я еще что делаю у меня вот здесь старая подушка пух перо и я выкапываю лунку вложу на дно вот это перо присыпаю землей потом еще значит земли добавляю и проливаю водой а потом уже сажаю рассаду я не знаю помогает это рассаде или нет но я так два года назад делала и тогда у нас был приличный такой урожай и как раз был холод тоже два года назад в июне у меня рассада хорошо его перенесла не замерзла так ну что сейчас буду работать так нет пока не буду работать я еще хочу рассказать продолжение вчерашней истории в общем у нас вчера было чип и такое ну как чип и уж не совсем такое случается у многих с детьми в общем нас и горка тизнул шоколадку киндер пингви магазине вот я его значит отругала объяснила ему что мне было за него очень стыдно за его поступок приехали домой я ему еще раз говорила что мне до сих пор стыдно я даже не могу спокойно ничего делать вы его смотри у меня даже руки трясутся как мне было за тебя стыдно скажут что я вот тебя плохо воспитываю скажут что я вот неправильно тебе что-то объясняю вот скажут не объяснила я мальчику сыночку своему что нельзя так делать в общем все в таком ключе в общем добилась я чего вот этими всеми ругательствами своими он сначала отказался ужинать спустился со второго этажа пришел сел на лестницу вот девчонки говорят там егор пришел я буду хорошо пусть идет кушать слышу а я не егор я враг тоже ты они кто я и звать меня никак почему он часто такое повторяет я не знаю где он услышал подозреваю что может быть из садика а может быть еще из дома малютки у него это в голове отложилось потому что память у него феноменальная он здорово все помню вот в общем я вышла и я же люблю их с толку сбивать я говорю у тебя желудок кушать-то хочет да хочет я вот так иди покорми желудок-то свой наплевать что ты не хочешь а желудок-то хочет тебя кушать это сидел думал-думал я егор ну ты-то не ходи а желудок покормить надо очень узнал что делать ладно пришел поел поужинал ушел наверх слышу там начинается у него мя мя вот он так знаете бывает на все ответы на все вот к нему обращения там миша лера что-то ему скажет а он ко всем мя мя миша потом не спешил я бы ну что насколько хватило могут маму театра же не было зрителей то нет в общем это все для меня любимый делает я же него единственный зритель все остальные просто отворачиваются уходят не смотрят его концерты только я сердобольная бывает приду к нему и опять начинаю его жалеть или что-то а вчера я этого не делала у меня вчера были свои дела у меня была вечером работа мне нужно было прайс заполнять в общем я к нему не пошла так он и уснул не целованный даже не спустился ко мне девчонки пришли поцеловались и ушли наверх то есть не я к нему они ко мне раз гора не идет к магомеду наш магомед пошел горе вот и они также раз я их не пошла целовать они спустились егор не спустился вот все это продолжилось утром сегодня я его утром поднимаю ну и егорка давай перед девочками быстренько в туалетик бегом а то это уже наверное ты хочешь писать ничего не хочу и не буду я-то подумал что может быть он уже бегал в туалет пошла девчонок поднимать вообще в мыслях не был что он так сделает вот я их умыла зубки они почистили пошла за егоркой боже мой мой новый диван в общем у меня написал на этот диван и стоит и смотрит на меня я гонучу ты меня смотришь снимай постельное будешь теперь на полу спать без постельного смотрит ягу на что делать сейчас мы старый матрас опять вернем тебе постельное вечером и я тебе выдам но будешь спать на старом матрасе если ты мне диван будешь портить зачем мне нужно было новый поставить то давай старый матрас возвращать в общем он такой у меня как побитая собачонка голову пустил вниз плечи вниз руки значит у него вниз опустились и вот он таким этим в туалет стоит я горе горчи стоишь не хочу зубы чистить нечисти пусть они у тебя портятся зубы то твои мы-то все почистили мы уже в садик собираемся постоял постоял иду мимо смотрю чистит зубы ладно опять иду мимо комнаты уже он почистил зубки сидит на кровати ну на диванчике на своем его что сидишь на кровати что случилось мне деваться не разрешают я говорю кто тебе не разрешает а я не знаю кто не знаю уж него в глаза какие-то в общем с грехом пополам я его одела в машину упаковали поехал в садик и что самое интересное его спрашиваю потом сергея когда сергей как егор садик ушел ты знаешь нормально все ушел все папа пока счастливый побежал нормально в общем это еще раз доказывает что это все для меня для меня как для зрителя в общем театр одного актера вот и вот по поводу того что он обмочился у него нет нуреза он у нас не больной он когда мы их забирали из дома малютки они у меня так было снежанки два с половиной егору было три с половиной они писались до месяца три мы были с подгузниками я им брала вот эти вот шестерки подгузники вот но это все ушло это все нормально и как бы перестала так делать единственное что бывает случается что вот когда вот такие истерики или что-то он вот на зло делает в общем а так он у нас умничка и молодец ну вот такое видео у нас сегодня получилось я сначала думала выкладывать это не выкладывайте потом думаю раз уж я написала что я буду честно делиться это же вот как бы не совсем радостное событие да но вот смотрите такое случается с приемными детьми и мне кажется с родными такое скромными случается думаю что и кровный ребенок тоже может так сделать не просто там заспаться или там да вот что-то у него случилось а именно вот из-за упрямства из-за того что вот он в туалет не пойду но сделаю это на диван и пусть я буду плохой в общем вот такая тема развивается это самобичевание это наверное то что я его вчера лишила своего внимания на вечер и вот он не так пытался меня вывести чтобы я вот хотя бы на это среагировала и обратила на него внимание в общем таким детям очень нужно внимание но я тоже живой человек и я тоже могу обижаться и я ему это не стесняюсь показывать что я вот бывает что обижаюсь пусть он это видит жизнь впереди долгая ему жить в коллективе с людьми так что пусть все знает и пусть думает прежде чем кого-то вот так обижать ну все мои хорошие спасибо за просмотр извините что опять утомила вас длинными разговорами всем всего хорошего до свидания и и и и и и